К другим новостям. Финансы вложили, жилья не получили. Обманутые дольщики – больная тема не только для Чувашии, но и для всей страны. Часто проблемами обманутых дольщиков вынуждены заниматься муниципальные и республиканские органы власти. Ситуацию, сложившуюся на жилищном рынке, обсудили на заседании рабочей группы по председателям Ивана Моторина. Самыми проблемными на сегодняшний день являются два объекта в столице Чувашии. По проспектам 9-й пятилетки – позиция 3 и тракторостроителей – позиция 11-Б. Не позднее, чем этой осенью, оба дома будут выставлены на торги, по итогам которых будет определен новый застройщик. С участниками долевого строительства жилья проведут дополнительные встречи, беседы и собрания. Что касается других объектов, то как только будут внесены изменения в проектную документацию, строительно-монтажные работы начнутся на объекте по улице Фучика. В настоящее время без разрешения на строительство мы приступить к стройке не можем. Нам требуется проект в первую очередь для того, чтобы мы могли провести конкурс по подрядчикам на выполнение работы по постановлению коробки. Готовы начать в принципе в течение недели после того, как получим разрешение на строительство. По другим недостроенным домам ситуация более оптимистичная. В этом году долгожданные ключи от квартир в Чубаксарах должны получить 129 семей. 12 участников долевого строительства справят новоселье в новостройке по улице Урожайная. Дом растет на глазах. На стройплощадке ежедневно трудятся более 30 рабочих. Менее чем через полгода многоэтажка будет сдана. Еще на одном долгострое по улице Эльгера с осени 2012 года также возобновлена стройка. Сейчас работы идут с опережением графика. К концу года, обещают строители, дом доведут до ума. И 117 семей получат крышу над головой. По улице Чернышевского здание полностью готово к вводу в эксплуатацию. Документы на ввод домов находятся на утверждении в администрации города Чубаксара. В Новочубаксарске один из проблемных объектов – дом по улице Южная. По словам главы администрации города Спутника, проблемы есть, но они решаемы. На объекте завершены работы на сегодняшний день по устроению кровли. Выполнена работа по монтажу фасадного газопровода, внутренняя разводка сети водоснабжения, проложены сети водоснабжения, осталось произвести испытания канализации, разводка сети электроснабжения, штукатурная работа, место общего пользования. Единственное, ориентировочный срок у нас несколько сдвигается на третий квартал. Остается вопрос с благоустройством прилегающей территории. Средства на ее обустройство планируется выделить из местного бюджета. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.